Здравствуйте! На чердаке завалялось несколько проигрывателей, которые я приобрел и реставрировал несколько лет назад. Предполагаю, что еще через несколько лет хранения этим проигрывателям опять потребуется ремонт. Поэтому я решил продемонстрировать эти устройства на моем канале, пока они находятся в работоспособном состоянии. Сегодня мы посмотрим симпатичный компактный проигрыватель пластина Grundig PS20. Информации по этому устройству в интернете не так много. Предположительно, проигрыватель производился с 1980 года. Я думаю, что он использовался в составе какой-нибудь мини-системы Grundig. Проигрыватель оборудовал двигателем с прямым приводом и тангенциальным тонармом. Звукосниматель Technics P23. Устройство находится в хорошем косметическом и техническом состоянии. В комплекте с устройством была инструкция по эксплуатации на немецком языке. Для этого устройства у меня есть две иголки со сферической эллиптической заточкой. Для демонстрации работы проигрывателя я решил использовать сферическую иглу. Среди прочего хлама я нашел пластинку «Барбара поет Барбару». Важно, что данная пластинка была выпущена в 1965 году, а значит все фонограммы с данной пластинки находятся в общественном достоянии на территории России, поскольку закон определяет срок охраны авторского права на фонограммы равным 50 годам. Таким образом, данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Давайте посмотрим на органы управления. Слева находятся клавиши выбора скорости вращения 33 или 45. Размер пластинки 30 или 17 сантиметров, а также клавиша включения автоматического профтора проигрывания. Рядом расположено колесико подстройки вращения и стробоскопа. Справа находятся кнопки управления воспроизведением пластинки, пуск, кнопка управления подъемом и опусканием тонарма и кнопки перемещения тонарма вперед и назад. Давайте попробуем нажать одну из этих кнопок, например, вращение вперед. И теперь попробуем посмотреть, как работает подстройка скорости вращения. Хочу сказать, что двигатель держит скорость вращения очень точно. Теперь нажмем кнопку «Стоп» и тонарм вернется в исходное положение. Важно отметить, что при закрытой крышке органы управления воспроизведением остаются доступны, а значит можно управлять воспроизведением пластинки при закрытой крышке. Теперь посмотрим, как работает устройство на пластинке. Для удобства я сниму крышку и установлю пластинку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В заключении послушаем одну песню с пластинки. Поскольку пластинка старая и находится не в самом лучшем состоянии, то я немного обработал звук, чтобы убрать лишний треск. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok